Привет, это Человек-паук, Майлз Моралес, и мы продолжаем спасение всего этого мира. Паркера до сих пор у нас нету, он уехал в отпуск, где-то там путешествует, и оставил все дела на нас. Говорили, чтобы я посмотрел мультик Человек-паук через селены, я это сделал еще давным-давно, еще в 18-м году, когда этот мультик вышел. Он мне понравился безумно, и что я могу сказать? Ну, во-первых, там наш отец еще жив, в том мультике, потому что мы учились в школе, мы еще там совсем маленькие были. Вот, там Питер Паркер, который был, он погиб, вот, и нас укусил тогда паук, по-моему, в метрополитене, а где-то в подземке, где мы рисовали граффити, там нас укусил паук, когда мы с дядей там были. Вот, и мне многие говорили, посмотри этот мультик, и много тебе станет понятно, но на самом деле уже прошло прилично времени, мы учимся в университете, а тогда мы учились в школе. Так что, скорее всего, в первой части что-то про Человека-паука, в смысле, в игре, что-то говорится об этом. И про то, что, откуда у нас такие способности. В мультике, конечно, способности у нас уже появились, мы как раз-таки ударили Питера Паркера из другой вселенной своим био-ударом этим. И невидимость у нас тоже появляется в мультике, и мы не знаем, откуда она взялась эта невидимость. Скорее всего, это связано с тем, что просто укусил такой вот радиоактивный паук у нас. У него, видимо, тоже были эти способности, и они на нас тоже как-то отразились. Вот такие вот мои догадки, если я где-то ошибаюсь или что-то неправильно сказал, то напиши обязательно в комментариях, я почитаю твои догадки и твою версию. Потому что это все очень и дико интересно. Так, насчет костюма и насчет приложения. Спрашивали, почему я приложением не пользуюсь? Так, почему я приложением не пользуюсь? Оно у меня просто не открывается что-то. По поводу костюма. Попросили побегать в спортивном костюме, вообще не вопрос. Не каждый же день бегать в одном и том же. Хотя у меня какие-то другие костюмы открылись. Слушай-ка, смотри-ка, гляди-ка. Вот этот костюм я смогу открыть. В принципе, я его уже сейчас могу открыть. Прикольный белый костюм, очень классный. Вот это что за костюм? И этот костюм я могу открыть. Обалдеть. Так, этот у меня должен быть доступен. Угу. Вот. А чем он отличается от этого костюма? Ну, просто этот темнее. Не знаю. Ну, короче, вот этот как-то посимпотнее сидит. Да, этот, короче, просто темный. Очки, видишь, вокруг глаз у нас чернота, а тут краснота. Вот. Ну, короче, этот костюм посимпатичнее, но поскольку мы можем купить что-то новое, белый костюм мне вообще не нравится. Белый паук, фу, что-то как-то, ну, на любителя. Вот. Этот костюм я тоже, хотя вот этот прикольный такой, знаешь, это стрит-стайл. В смысле, уличный стайл. А, во, открылось, открылось. Так, смотри, это наше приложение. Можем грабеж. Тут за грабеж нам десятку жетонов могут отвалить. Давай выберем. Отслеживать. Три километра. Ой-ой-ой, ешеньки. Ладно, погнали. Вперед. Из песни. 200 метров и мы на месте. Возле грабежа. Ну что, паучок, ты готов? Готов, готов предотвратить правонарушение. Может, человек-паук вмешается? Да, без проблем. Что это вообще за место? Это же Тео. Точно, магазин Тео. Где должен был купить молоко. Ну, пойдем, сходим. Что тут у нас происходит вообще? Привет, я здесь. Блин, кота назвать Человек-паук? Ну, такое себе. Сейчас узнаем. Погнали. Тут недалеко. Вон, буквально 170 метров. Давай, паучок. Пускай все свои силы... Опа! На подстанцию. Главное, чтобы нас не запалили. Тут вроде бы никого нету сверху. Хорошо. Через люк спустимся. Давай, давай, давай. Открываем. Ганке, выручай. Какие-то хмыри ограбили магазинчик Тео и удрали на местную подстанцию. Странно. Я буду с тобой. Уже включил прямую трансляцию. Прямую трансляцию? То есть мы сейчас будем битву транслировать? Куда нам тут только идти? А, вон туда, наверное. Там, вон, пролезть надо. Пойдем. Было бы прикольно тут встретить еще одного человека паука. Опа! Привет, ребятульки. Они стреляют в трансформаторы? Ладно. Сколько таких нам надо? Так, чтобы выполнить инаккаунт со стены, поближе подойдем. Ну-ка. Блин, нас могут запалить. Че-то не получать. Черт! Тут человек паук! Запалили. Это вы ограбили магазин Тео? Где человек паук? Где человек паук? Ой, сбитый, сбитый, сбитый. Ладно. Не вопрос. Как насчет гала помощников? У меня еще их двое. Держите. Теперь паутину. С этого. Опа! Ё-моё, оружие есть у кого-то. Так, уходим. Надо с оружием поймать чувака. Стой, 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 стой. С оружием дело плохо. Всех его не перебить! Да, в смысле всех не перебить? Я не собирался всех бить. Отдал-ка мне палку. Вырубалку. Доступно обдевание. Сейчас это и сделаем. Как я через ноги проскочил. Скользкий пол всегда в радость. Для человека паука. Увернулся! Ха! Ты думал, я это не смогу сделать? Блин, круто, когда у тебя получается дараться и уклоняться. Все выглядит довольно эпично. Все, раскидал. Напряжение на подстанции упало до 64%. Ищи запасную цепь. Красно придумал насчет запаски. Ты в этих героях мастер? Ха! Не-е-е, я просто зритель. Надо найти кота Тео. А вот и котик. Человек-паук! Стой, стой! Человек-паук! Человек-паук! Почему я могу... Почему я сюда могу что-то сделать? А-а-а! Понятно, это открывает. Все, понял. Сейчас. Я иду к тебе, Человек-паук! Держись! Давай соскочим вот таким вот образом. Ой-ё! Свеситься с потолка. О! Как настоящий Человек-паук. Классно. Давай. Вниз. Поехали, поехали, поехали. Ну куда ты поднимаешься? Вниз, вниз, вниз. Отлично. Отпускай веревку. Так. Дальше нам куда? Не видно ни шиша. Темно. Где-то здесь, видимо. Что-то открыть нужно. Ага, вижу. Человек-паук, стой! Пронырливый кошак. Отпускаемся. Опа. Я знаю, что нужно этим парням. В том квартале есть банк. Нет тока, нет сигнализации. То есть, если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут изменить его. Ладно, ладно, соберись. Как бы мне сделать по-хорошему? О, получилось! Наконец-то! Меня даже не запалили. Еще один. Четко. Как настоящий паук. Пока нас никто не палит. Значит, надо разобраться с этим чуваком. Я раньше работал на этого. Давай, залази на стенку, паучок. Вот. Черт, нас запалили. Нас запалили. Ладно. Дальше идем. Я не только в воздухе, я и на земле. Так, ребят, давайте вот так вот сделаем. Чтоб вы просто офигели от моей мощи. С этим разобрались. Дальше и дальше. О, а ты, ты. Он, видимо, за спиной у меня был. Все, всех раскидал. А те до сих пор висят. Забавно так. Значит, что мы... О, еще один. Сейчас быстренько его. Давай паутины, паутины. А, все, он уже откинулся. Было бы прикольно на паутине его. Кто-то платит. Есть идеи, кто... Че? Так, напряжение на нуле. Я понял. Включаю аварийное освещение. Так, чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Ага. Но мы уже знаем, что заряжать. Поэтому не вопрос. Ищем такую же штуку. Так. Что-то я ее вообще не вижу. Подожди, вон, у нас указатель есть. Что-то здесь. Открываем. Да, не то опять. Возможно, дополнительные цепи, они где-то в другой комнате. Черт, вот сколько же людей они отправили ломать одну подстанцию. Надо, чтобы никто не палил... ...другого. Есть. Пока без палива. И ты, ты сюда. Зачем мы продолжаем? Чтобы наверняка. Ты же не хочешь подвести этого парня. Вот этот чувак идет. Надо его... Готов. А теперь у меня идейка созрела. Как насчет голограмм? Когда заплата... Опа. Опа. А с тем я сейчас разберусь. Блин, ну не так я хотел разобраться, ну ладно. Ой, что я сделал? Забавно. Ну давайте, мочите его голограммы. Мочите. Вот и все? Нет. Он еще жив. Вот теперь все. Просто по красоте. Нужно найти запаску. Ну что вы там мычите, а? Запаска, запаска. Вот она. Запаска. Ну, нормально ударь. Ну что ты, паучок? Во. Ладно. Надо идти. Найду главный генератор и постараюсь починить. Эти парни все говорят про своего босса. Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе играет. Абитбанки. Стоило попробовать. Это главный переключатель. Сейчас разберусь с этими парнями и потом что-нибудь придумаю. Сейчас я вначале всех помечу. Тут что-то фига народу вообще капец. Эй, парни! Кто-то хочет помешать нам закончить работу. Разумеется, у босса же много врагов. Да, но он всех победил. Но у них всех есть человек-паук. И я уже здесь. Похоже, тот, кто это спланировал, знает человека-паука. И он ему не трог. Должен быть кто-то еще. У меня не так много врагов. Пока, да. А ты оптимист. Надо было бутеров взять. Так, значит. Давай мы вначале стеллажа прокинем. Ты же... Есть. Парни! Тут наш в отключке! Теперь переходим ко второму. Второму и вон тому. Не достаю одну стенку. Че, меня запалили, что ли? Где? Что под бога! Есть. Черт! Палился! Палился! Ой-ой-ой-ой-ой! Где-то тут еще один чувак. Давай-давай-давай-давай! Пришпандорил его стенки! Есть. Но битой отхватил. Долго что-то слишком думал. Ой! Еще разок! Вон у того, отбери оружие. Опа! Увернулся. Так. Этот вот ключ. Уворот. К стенке. Черт! Увернулся. Красиво какая. Ой, бита! Сбитые вообще не люблю. Людей. Они так раздражают. Ну все, вроде бы. Да? Тишина. Переключатель. Так. Переключатель. Мне вон туда надо. Сейчас шандарахнем. Готово. Еще один где-то есть что ли? Или как? О, подожди. Хочу проверить, что будет, если... А-а-а. Ясно. Можно было на них тоже шибануть этот вентиль. И было бы вообще красиво. Так, так, так. Куда в итоге нам теперь? Куда-то надо выйти, вылезти. Здесь все запущено. Через выход обычный, может? Нет. Значит, что-то где-то внизу. А, вот эту штуку, наверное, запитать надо. Куда идут провода? Вот сюда. Плохо. Панель не подключена. Не подключена. Смотрим, куда еще провода идут. Наверх. Вбок. Но я только что туда прибежал. Я там все уже сделал. Какого-либо я должен опять туда подниматься? Короче, помнишь, когда мы поезда запускали? У меня же есть паутина, которая электричество пропускает. Так. Во. Надо перенаправить сток. Дерну переключатель. Так дергай. Да будет. Иди сюда кис. Человек-паук? Нафигасе он его в рюкзак закинул как. Это невежливо. Я пытаюсь остановить с ним свет. Невежливо. Это так кошака в рюкзак толкать. Держись от меня, подача. Так, значит. Народу дофига. Супер удар. Ой, не туда вообще ударил. Мазил мальца. Подпрыжка. Ой-ой-ой-ой. Как больно-то. Уходим. Уходим нафиг. Наверх. Наверх-наверх. Че так больно? Как-то вы бьете, ребят? Вот сейчас бы вентиль тут пригодился. Так, упадет на кого-нибудь? Надеюсь, и пойдет. Так. Нет. Ты меня вообще не трогай. Бугай. Бесит меня. На тебе. Вначале с мелкими надо разобраться. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Удар. Красиво. Не прощу. Все пока хорошо. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Ребята с листиками. Дела плохи. Супер удар. Отлично. Так. Паутину его. Где мои галопомощники нужны? Вон, с тем разбирайся. А теперь галопрожекторы. Э-э-энжекторы, точнее. Прожектор-энжектор. Вернулся. Черт. Со стволом он хочет сейчас развязаться. Иди сюда. Отлично. О, оказывается, как можно их кидать. Захват. Да, блин, не даешь. Не даешь мне. А что, если я тебя? Паутину. Паутину и раскрутить. Ну-ка. Иди. Не получается. А как насчет такого удара? О-о-о. Неплохо. Ты встал? Нет, он, по-моему, того. Вау. Вон еще ребята бегут. О, крупненькие. Не смей меня мазать этим дерьмом. Ай, короче, его не потянуть. Он слишком тяжелый. Да что ж такое-то? В невидимость. В невидим. Как в невидимость уйти? Я ж вроде когда... Тихо-тихо-тихо, ребят. Я вроде как соображал, как это сделать. Во! Ушел. Камуфляж. Так, ну что, ребят? Что делаем? Что делаем? Есть! Хотел как-то его атаковать. Грамотно. Но что-то не выходит. Вот так вот один. И второй тоже. Отлично. Они мне сейчас помогут. А мы переходим к паутины. Все четко. Как меня достали голограммы? А как меня достали кучи бандюганов? Перевося, Костя, переломай. Ладно, ладно, давай. Вот и все. Кажется, это я тебе, Костя, переломал. Котеич, иди ко мне. Надо включить. Привет, Человек-паук. Пошли отсюда, Человек-паук. Ну вот и сладенько. Ну что, электричество дали. Ограбление предотвратили. Кота-паука спасли. Насыщенный денек. Я напишу о грабителях и боссе в приложении ДСЧП. Может, кто-нибудь подкинет зацепку. Давай, до связи. Хм. Прикольно. Паутины сейчас будут летать. Когда у тебя сзади на спине котеич. Ну, только вверх и вперед. Все хорошо, котик. Почти дома. Почти дома. Чуть я не туда куда-то бегу. Мне вот сюда. Ю-ху. Скоро снова будешь с папочкой, котик. Не волнуйся. А вот и магазин Тео. Нам вниз. Спасибо, что починил мид. Ну, потом поговори. Пожалуйста, пожалуйста. Хотели мне сказать спасибо, что починил электростанцию? Снова эта девочка немая. Эй, Тео. У меня для тебя сюрприз. Да ну. Какой? Человек-паук. Хорошо нагулялся. Папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. О, из-за тебя. Приложение 5 звезд, пожалуйста, поставьте. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Ну вот, 10 жетонов, отлично. Привет. Удалось выяснить, на кого работали те катакрады? Я нашел пару зацепок. Ограбление заведений в Гарнаме и какие-то беспорядки в приюте Пюр в север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс. Спасибо. Так, мы рядом с домом тут бродим. Давай посмотрим, что у нас еще по приложению есть. Застрял на небоскребе. Надо помочь чуваку. Блин, доп. заданий, конечно, на самом деле очень много. Очень много. Давай посмотрим ближайший. Ближайший, это как раз-таки на небоскребе кто-то застрял. Моющий кокон застрял на стене. Надо помочь ему спуститься. Я бегу, мой щекокон. Я сейчас буду у тебя. Ой, 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 ой. Я тут только с паутиной своей разберусь. Йо-хоу. Обожаю летать по городу. На своей паутине. 200. А что он, кстати, там застрял? Он же вроде бы на таком подъемном специальном лифте строительном. Похоже, это тот самый мойщик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Привет. Что у тебя тут? Какие проблемы? Человек-паук. Слава богу, ты здесь. Мою платформу закоротила. Я застрял. Я могу спустить тебя вниз. Ну или включить платформу. Лучше включить платформу. Угу. А я включить, наверное, только наверху можно, да? Внизу никак. Я закрою глаза. Сделаю вид, что все нормально. Это ведь поможет? Конечно, поможет. Так, погнали наверх. Электричество отключили. Странно. Придется. Тут человек-паук! Садим! Ну, ваша реакция. Я тут простоял минуты-две, наверное. Так. Вначале наверх. Давай-давай-давай-давай. Ты меня растопчешь, ага. Сейчас с крыши вас поскидываю, нафиг. Готов один. Где у нас второй? Галла... Ага. Галла прожектора у меня не готова. Точнее, этих килограммов. Еще один улетел. Ой, а ты бугай у нас, да? Ага. Уворот. Хорошо. Тогда мы тебя сейчас скинем. Ноже, нож, нож, скидывайся. Красавчик. Бесячий проблем. О-е! Красивое комбо. Это вы тут перекусили провода, да? Значит, невинному мочку окон. Ну, вроде как все. Так. Осталось лишь подключить провода и готово. Это я умею. Сейчас паутиной свою воспользуемся. Ну, как ты там? Все пошло не так. В смысле? Что случилось? Наверное, выбило пробки на том конце. Надо проследить, куда ведет провод и включить заново. Держитесь, сэр! Я сейчас вас подниму! Блин. Куда идет провод? Ну, ладно, пойдем посмотрим, куда он идет. Так, он вниз прям идет. Ой-ой-ой-ой-ой, хватить! Из электричества я не смогу помочь мощному. Нужно найти пробки. О, а ты тут? Такие вещули, как уль тут. Значит, вот он провод. Бежим. Человек ждет. Нужно скорее найти пробки и включить. Да, я че, я иду. А, кстати, можно же вот так вот сделать. Генератор? Отлично! Нужно сработать. Осталось включить пробки. Сейчас включу мне вопрос. Кажется, напряжение появилось. О, четко. Привет. Ну, как ты? Ты спас меня? Господи, даже не знаю, как отблагодарить. Да ладно! Ничего такого. Подумаешь пустяк. На самом деле, я тут люлей чуть не отхватил. От бандюгов. А я говорю, да ладно! Я вижу тайник неподалеку от нас. Давай его найдем. Друзья, сегодня мне придется побыть недовольным родителем. Ты не за Джареда. Он в кое-то веки хорошо работает. Нет. Я недоволен, потому что опять... Некоторые из вас позволили увидеть себя, что это нормально. Хватит уже вещать всякую лабуду. 42 метра. 40, 36. Это уже далеко. Мне, походу, вниз надо. Где-то здесь. 17, 16. Там подрываю. Что-то вот. Нашел. Ох ты ж, ну пига себе! Пушку, пушку, пушку отрывай. Обалдеть. Тайник, вот он. Странно, а в этой машине никто не сидел, разве? Отлично. У нас там, кстати, кое-чего открылось. Костюмы. Мы знаем, что не будем их качать. Модификации. Вы только что получили доступ к новой ячейке. Давай посмотрим, что там за новая ячейка. Что можно прокачать. Уменьшение получаемого урона в рукопашку. Вот это хочу прокачать. Отлично. По костюмам. Вот этот костюм что-то засветился. Что тут такое? Ох ты, какой крутой! С пиджачком. И вот этот костюм тоже появился, смотри. Можно купить. Это же из мульта! Давай его откроем. Очень прикольно. Мне нравится. По гаджетам. Что по гаджетам? Могу еще паутину вкачать, что я бы хотел. Но также хочу еще галадронов вкачать. А, не могу. Я на костюм потратил. Блин. Ну ладно. Гранаты какие-то есть. Деталей там не хватает на гранату. Ой, блин. Смотри, как из комиксов. Четко. Бандюганы наверху. Где-то, где-то, где-то не наверху, а вон там вот. Бегу, 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 бегу. Бежим скорее. Знаешь, почему-то похож на Венума. Не знаю почему. Венум, конечно, покрупнее будет. Где-то вон там, да? Давай. Паук. Ну же, паутину пусти, я пресетель. Иногда с этой паутиной такие сложности бывают. Я здесь, ребят. Опа. Опа. Сейчас всех нафиг раскидаем. Готово. Парочку у нас слетело. Опа, увернулся от ракеты. Ее, кстати, тоже можно поймать, если что. Здесь у меня приспичит. Готов. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Отдай ствол. И он в кого бы кинул лучше. Конечно бы. Гранатомет. Не лезь не своей. Ну вот и все. Да, его можно даже не ловить. Я вроде бы разобрался с ними. Да? Четко. И вдвойне больше шатонов получил. Так. Что еще? У нас появилось задание. Давай посмотрим, что там за задание. По навыкам. Навыки же могу еще тоже вкачать. Вот это вот хотел прокачать. Шкала камуфляжа восстанавливается на 20... Нет, неинтересно. Я камуфляжем почти не пользуюсь. Позволяет сохранять второе добивание. Про запас. Дополнительность серии, необходимой для второго добивания. Сокращается на до 10 ударов. Вот это давай вкачаем. Отлично. Так, и вот это я еще хотел вкачать. Боевое испытание 2.0 надо пройти, чтобы это вкачать. Окей. Значит, по заданиям забыл... Позабыл задание. В Мидтаун нам нужно. Ну окей. Погнали. В Мидтаун, значит. Привет, дорогой. Привет, мам. Все ок. Да, я просто, ну, пошел побегать. Опять? Майлз, ты очень много работала. Выдели время на отдых. Да. Я зависаю с ганки, свожу музыку. Постоянно занимаешься, часами упражняешься. Я не буду говорить тебе, что делать, но волноваться просто. Если я почувствую усталость, обязательно поговорю с тобой, ладно? Ты пообещал. Люблю тебя. Все заколочено. Очень грустное зрелище. Ну, ну что, давай пробираться. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Так мы аккуратненько. Напоминаю, что это... Может, найду не запертое окно? Так вот же оно. Ну-ка. Напоминаю, что мы пробираемся в старую мастерскую Фионы. Сколько тут реально барахла-то, а? Все это сейчас осмотрим. Может, что полезное найду. Мы с Финой как-то все лето помогали Рику ремонтировать старые гитары. Он все, что угодно мог починить. Мэйсон и три поколения владели этим магазином. Рик уже почти продал его после смерти родителей. Видимо, Фина его переубедила. Вот тут еще какая-то фигурина есть. Университетский тетрадерик. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Не знаю, стоит ли тут все воспоминания ворошить. Я думаю, что нет. Пойдем отсюда. Так уже достаточно послушали, посмотрели. Кто-то не выключил свет. Это говорит о том, что в этой мастерской кто-то работает. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Что-то на английском переводителе. Ладно. Так, подожди. Что-то он прямо на эту карточку? А, что-то еще надо смотреть. Окей. Что я здесь вижу на столе? Изучить. Вот это поворот. Что еще тут можно изучить? Вроде бы все. Идем дальше. Какие-то детективные истории начинаются. Вот это я сломать могу кулаком. Кирпичная кладка совсем свежая. Сейчас мы ее сломаем. Шприц. Какие-то лекарства. ГМ, КСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Очень-очень интересно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ладно, давай кирпичную кладку ломать. Подожди, там я все изучил, да? Все, только кирпичи. Да, в смысле? Ее вообще... Дуй на нее, и она сломается. Черт. Ну что ж, стеночка. Ты сама напросилась. Как насчет биоудара? Опа. А тут уже целая лаборатория. Вот это я понимаю, убежище. Получить доступ к компьютеру Фины. Окей. Ищем компьютер. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны, а Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром. Потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ и проекту Крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие не загрузилось. Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее, телефон. Если получится. Ладно, пока. Давай. Исчезай, исчезай. Черт. Камуфляж накрылся, ребят. А сейчас не накрылся. Чтобы подняться к точке. Да не вопрос. Я исчез уже, ребят. Лучше подождать, пока снайперы расслабятся и напасть сверху. О, как хорошо. Вот, передохни. Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Наверное, сработала. Сейчас разберемся с другими ребятами. Так, камуфляж врубаем еще разок. Нет, нет, нет. Ты не так делаешь, паук. Не надо. Но, блин. Нет, не держишь. Давай, давай, давай. Грамотно. Хопа. Назад. Есть. Ох, как хорошо. Так, а теперь вот такой ударчик. Есть? Не-не-не. Не дамся я вам. Не дамся. А теперь в камуфляж. Ну что, все? Нет, сверху. Ух, увернулась, как хорошо. Давай-ка на... Черт, снайперы долбанные. Давайте наверх. А ты что, распуталась, что ли? А, нет, это я другую девчонку запутал. Не на этой крыше. Хорошо. Так, ну ладно. Давайте голограммы с вами поработают. На. Тихо, 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 тихо. Получила? Будешь знать, как лезть ко мне. Так, наверх. Привет, ребят. Ого, мощно. Как-то ты так меня успел поймать. Стой, 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 стой. Куда это ты побежал? Он спрыгнул? Негодяй какой. Это не твоя война! Конечно, не моя. Получил толстый. Вернусь к тому компу. Если найду телефон Фины, может пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Да, я уже понял, что Рик откинулся. Кто-то не выключил свет. Да, мы немножечко облошали. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Финке? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ну, ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И похоже, нуформ его как-то отравил. А Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон. Но потеряла его в лаборатории. Я хочу его найти. Хорошо. Я на связи. Если что, звони. Хорошо. Ну что ж. На сегодня последнее преступление, которое мы сейчас с тобой предотвратим. По всей видимости, это угон. Я иду, 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 иду. И ловлю. Ловлю этих угонщиков. Сейчас, ребятки. Подождите. Я вам помогу. Опа. И... Ну же, блин. Я думаю, я сейчас зацеплюсь за крышу. Но нет. Сюда завернул. Так, капец. Ну, паук. Ну, что это за дела? Халту ручка. 80 метров. Если они уйдут, я себя не прощу вообще-то. Черт. Вообще не в ту сторону куда-то. Так, капец. Вот сюда куда-то. Хорошо, что есть радар. GPS. Я не знаю, как правильно назвать это. Вот. Я близко был. Давай. Цепля... На балкон запрыгнул. Удачно. Ну, уже чуть-чуть осталось. Есть. Наконец-то. Готовченко. С одним разобрались. И с тобой разберемся. Опа. Все еще хочешь быть полком? Конечно. Знаешь, как прикольно. А вот тебе не прикольно. Последний. Научные лаборатории Роксон. В смысле? Здесь появился проект, ну форм. Я еще с погони не закончил. Телефон должен быть где-то здесь. Видимо, угонщики меня прямиком к цели привезли. Кажется, я знаю, куда попасть. Так. Ну ладно. Я думаю, что на сегодня хватит. В основном в мои задачи сегодня входила борьба с преступностью уличной. С этим мы хорошо справились. И думаю, что мы заслужили отдых. А что мы найдем в Роксоне, ты увидишь в следующей серии. Если тебе понравился Человек-паук, и ты хочешь увидеть больше серий по нему, то обязательно, просто обязательно ставь лайки под этим видео. И подписывайся, чтобы не пропустить следующего видосика. Ну, я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.